всем привет второе видео про устранение косяков на моей 340 вот на разборочке такие оригинальные ptf 16 года нашел с хвостиком потому что там проводка была повреждена вот так вот они выглядели до полировки по очень кстати хорошей цене купил и вот так вот после полировки нашел ребят нормальных которые прям отлично все быстренько полирнули за очень скромный прайс вот как то так получилось но не в идеал конечно далеко но прикольно все равно гораздо лучше чем было и еще прикол в том что фары с одной машины то есть они затерты одинаково одинаково года выпуска самых снял на разборке прям бампера вот так примерно выглядел процесс полировки неплохой дитейлинг ну такой как бы средний у ребят неплохой свет в студии висел и вот такое вот оборудование видно что прямо в работе все оборудование есть система rupis и обычные машинки получается сначала они полируют наждачкой с водой потом от тремя кругами 1000 2000 3000 примерно вот так вот получается конечный результат вполне себе плохо прозрачненько но не идеально также меняем разъем перепиновываем у меня был сломан замок вот так вот нужно поперек воткнуть иголку в этот разъем чтобы разжать пины и вытащить родные пины ну соответственно на машине родные пины полностью исправны просто сам разъем с замком сломан меняем разъем перепиновываем и все как зовут вот уже готовый результат собственно перепиновал разъем все провода цельные без смоток без спаек все по заводу обматываем получается мягкой изолентой ставим все фиксируем на штатные места как должно быть ну конечно некоторые хомуты вот эти белые колхозные ну и ладно вот так вот получается то есть до этого стояли галогенки вот так вот по-разному они светят то есть галогенки очень желтые и плюс они вообще в усмерть были запиленные от другой машины они стояли как и бампер то есть от дореста вот я все вернул в завод как должно быть светит все вполне себе неплохо в общем-то фары верхние вообще новые 22 года не требует полировки все настроил на американской машине прям с завода тухнут ptf ки когда моргаешь дальним очень крутая опция позволяет быстро высвобождать левую полосу что очень так же на разборке был найден новый свежий 22 года уплотнитель водительской двери у меня он почему-то был весь порванный вот здесь меняем уплотнитель то есть вот так вот эта штука выглядит стоит вообще супер адекватных денег каких-то но вид гораздо более свежий автомобиль и сразу купил обнаружил что нету вот такого вот элемента роскоши на модуле управления стеклоподъемниками зеркалами найден был пультик вот такой вот без авто складывания без опции авто складывания стоил вообще супер дешево и сначала я снял этот элемент на самом деле вот задней и с удивлением обнаружил что они разные то есть вот эта планочка передняя и задняя они разные по длине просто на пол миллиметра зачем так делать непонятно то есть там по-разному вот расположены замки и задние они входят в переднюю передний паз вот готовый результат вот машину на развал выяснилось что переднее левое колесо стоит криво развал минус полтора но схождение все выставили развал остальных колеса в норме то есть скорее всего либо там что-то погнуто после дтп либо как сказали на сервисе нужно поменять гидро наполненные сайлент-блоки передних рычагов растяжек передних там один левый как раз вытекший возможно это поможет дальше следующим шагом отдаю машину на полировку на полную это заняло практически неделю вот так вот сильно она была реально запилена очень сильно такой вот примерно результат после полировки на самом деле получилось достаточно неплохо просил парней также отполировать проемы в районе водительской двери ну как всегда затертые проемы но не критично но они как бы на это просто забили ну ладно в общем вот так вот примерно получилось на мой взгляд очень здорово по сравнению с тем что было так вообще космос вот в целом покрашена она неплохо бампера только так себе покрашена на мой взгляд кузов покрашен неплохо повторюсь крашеный капот и передние крылья остальное все в заводском окрасе причем капот был покрашен как только краешек в том месте где она была подбита то есть основная вся площадь капота это тоже родная краска вот ее все отполировали и также я выставил зазор после полировки уже бампер тире капот видимо когда машинкой давили то есть немножко подсместили бампер но сейчас все выглядит вполне себе неплохо очень похоже даже на завод вот такой вот трек у нас есть для уничтожения задних покрышек в ночное время как то вот так машина выглядит очень ярко еще не мыл после полировки то есть еще уйдут как бы масла разводы будет еще лучше выглядеть в теории также убрали шильдик x-drive не люблю эти шильдики оставил только 340 красивый исторический шильдик бмв